здравствуйте тема сегодняшнего видео антикразильная обработка автомобиля от ржавчины наносить под днищу можно кисточкой то есть не можно а нужно в принципе потому что эта работа грязная слишком если в гараже заниматься то здесь вы будете как чума как негр весь черный хотя вы и самый аккуратный к так сказать я тоже начинаю руки видеть чистая потом весь как чума вот кисточкой под днищу то есть нормально вы не задохнетесь не слишком будет много вот этой пыли копоти всякой то вот а в бордюре и всякие такие недоступные места вот у меня вот такой еще распылитель с кранчиком здесь открыл при закрыл но вот эту систему которая подает сюда воздух и смешивает эту всю мазуту которая вы можете посмотреть по ссылочке вверху там я здесь специально не буду задерживаться по образу слишком будет много времени заниматься вот там бы есть приспособление которые значит именно бачок чего можем будет сделать бачок как накачивать вот в данном случае у меня конечно компрессор компрессором на какие кузов я приобрел в хозяйственном магазине не авто в хозяйственном магазине вот такой от мастика мастика резина битумная холодного нанесения состав аронические растворители ингибридриды противокоррозийные и резиновая крошка то есть чудесно идет 5 литров объема и идет и она одна из самых дешевых на авторынке она гораздо дороже далее берем алюминиевую пудру что такое алюминиевая пудра я думаю рассказывать не надо это вот такой вот порошок который дает большую адрес это лучшее средство против коррозийности вот потом вот такую емкость которой можно будет растапливать воск то есть на печку поставить можем не вот такой вот ложкой то есть вот такая кисточка имеется немножко бензина набрали вот открываем банку вот тут у меня вот столько еще осталось что-то такое вы видите да такая вот мазута довольно таки сейчас на улице где-то плюс 1 градус довольно таки вустая значит состав вот здесь она разбавляется для того чтобы представить полную картину для чего всего все это мы делаем я немножко вклинюсь и здесь вот маленький вам обзор сделаю это я вам говорю из практики примерно 20 летный со старыми машинами с новыми машинами всячески машины были а сейчас я вам покажу на старой машине на четверка там у меня была вот на старой машине как там вот это самое дело все ржавело места которые быстро начинают ржаветь так и Субтитры подогнал «Симон» Так как водительская дверь у нас работает чаще всего и больше всех дверей и элементов, то есть водитель постоянно ездит, она открывается-закрывается, значит начинает винить передняя дверь водительская, то есть именно левая. Значит как сюда вода поступает? С крыши поток воды идет по вот этим жалобам, здесь немножко начинает ржаветь, по этим жалобам спускается вот сюда вот до этого места и здесь надо внимательно смотреть, когда машина старая, то туда может попадать в середину вода. То есть когда вы откроете, там должно водички сюда если полить, просто полили водички, посмотрели попадает туда вода или нет, ну это будет конечно видно и под ковриком, если бы вы сели в машину, коврик подняли, вот вам будет видно попадает туда вода или нет. Так, итак водительская дверь, я немножко больше заострю на нее внимание, потому что это самая рабочая штука, кажется, элемент. Значит здесь вода попадает вот через это стекло, стекло, здесь у нас резинка имеется и когда уже машина старенькая, резинка уже не такая эластичная, вода попадает в середину. Далее она, значит, заходит вот сюда в карман, вот этот карман заходит в нижний и здесь скапливается. Если человек, значит, не ухаживает за машиной или его обработал эту машину, а вот этому внимания не придал, то у вас будет она и дальше как разжаветь. Здесь должно быть, когда вы обработали, обязательно здесь вот дырки должны быть, то есть сход воды должен быть при наполнении вот этого кармана, должны иметься отверстия в самом нижних местах. Они обычно по разным сторонам, с одной стороны и с другой стороны, потому что машина наклоны всяческие имеет и вода оттуда убирается. Второе, дверь, конечно, массажирская, передняя, вот заднюю, так как более-менее не так она часто используется, там меньше ржавеет, ну то же самое, а карманы здесь обрабатываются. Далее мы смотрим. Очень часто, вот здесь обычно вот над лобовым стеклом вот эта вот резинка, вот над этой резинкой постоянно тоже идет ржавчина. То есть здесь вот неплотность, обработка, немножко вибрации, резинка немножко трется, как говорится. Вот там этот слой защитный убирается и туда проникает вода. Если слишком сильно, то эта вода может попасть, конечно, и в салон, часто это дело бывает. И вот углы особенно. Когда машины старые, вот эти углы обычно бывают из-за, как говорится, негерметичности кузова, так сказать. Вот эти углы обычно очень часто пропускают воду, то есть этот угол и тот угол. Вот далее вода идет сюда, спускается вот сюда. И под капотом здесь вот имеется такой лоток. В этот лоток вода набирается и по трубочке или по какому-то другому приспособлению эта вода с этого лотка должна уходить куда-то вне кузова. Если внимательно посмотреть, налить сюда же опять же воду перед тем, как обрабатывать, вот вы можете заметить такую вещь. Вы сюда воду налили, а в салоне у вас вода появилась. Почему? Потому что где-то имеет связь вот этого флянца с открытой поверхностью кузова в середине. Кобылки, как их называют на народе, вот эти передние. То есть здесь идет, когда колесо у нас вращается, отбой. То есть если вы приобрели машину, особенно старую машину, обязательно поставить на подкрыльник. И это вещь, конечно, бомба. Перед тем, как поставить подкрыльники, необходимо это дело все там промазать. Особенно вот эти места, которые вот здесь вот уже выходят. Вот у меня здесь вот, видите, накладки здесь под накладочками, там все четко. Резиночки здесь стоят, все нормально. Если за машиной не ухаживать, или просто вы пропустили все время катайтесь, а никогда вам с нулей. Вот эти вот отбойники, которые впереди. Значит, если не будет вот этого отбойника резинового, то камни, которые попадают на колесо, пробивают вот это вот место. Ну, за счет коррозии, то есть здесь дырка появляется. И тогда в бордюр просто набрасывается мусор, грязь и вода, с которого почти что никогда ничего не вытекает. И бордюры начинают гниститься одни из первых. Так же самое. Далее, вот эти места фара, прямые попадания влаги. И там имеются вот такие вот карманы. Обязательно вот эти вот места обработать надо. В середине фара сымается, обрабатывается, а потом на место фара ставится. По капоту, в принципе, никогда ничего не ржавеет. Но единственное, что здесь по капоту бывает, так как камушки летят, здесь вот отбой идет постоянный. Вот как ей сейчас ставят мухобойку, это такая вещь, в принципе, неплохая. Но опять же, под нее набирается воды. С одной стороны, она хорошо кирпичи отбивает, а с другой стороны, под этой мухобойкой, если она неправильно установлена, накапливается вода и может ржаветь. Не может, а будет ржаветь. Так, подходим с левой стороны, к заду, кажется, машины. Что здесь у нас имеется? Вот опять же, вот это место, колесо и вот это, значит, вот это место. Здесь у меня поставлен, видите, это само, тоже защита, обязательно защита, это очень хорошая. Если нет защиты, или защита рваная, или напорванная, вот сюда попадают камни, в это место, пробивают, затем прогнивают бордюр, и в это место, здесь и кобылка гниет, все, гниет буквально. Вот в это место попадает вода, вода поступает по бордюру, и бордюр у вас загниет буквально года за три. Вот, то есть, подкрыльники, это очень хорошее место. Если у вас они подкрыльники стоят, а машину вы только купили, лучше ее снять, посмотреть, что, ну и к чему, хорошо заделать, особенно, как я говорю, вот эти места, которые за ее время имеют. Вот сзади, что мы видим, ну вот такой багажник, значит, смотрим, опять же, вода попадает вот сюда, течет сюда, здесь она стекает, здесь, в принципе, нормально. Та вода, которая попадает вот в эти места, она идет вот по вот этому бордюрчику, и попадает, как вы видите, подфарник. То есть, подфарник, если будете делать, обязательно подфарник снять, вот, его обработать, и хорошо потом установить. Дворники. Вот здесь вот, надо смотреть, наличие резинки, то есть, те места, в которых имеется плохое проветривание, вот, понимаете, вода попала, проветривание плохое. Вы приехали, поставили, вода там накопилась, и она постоянно идет, здесь тоже со мной под замком. Значит, вы приехали, поставили машину, влага туда попала, не проветривается и не стекает. Кромка здесь, конечно, и нижняя на заднем стекле, и, конечно, верхняя, но в основном здесь вот почему-то бывает ржавчина, чаще вот по нижней. Итак, вернемся к нашему занятию. Так как сам процесс нанесения антикоразейки очень, кажется, грязный, вот, и можно заубить свою, кажется, дорогую мини-технику, я все это дело сделал, а вам просто покажу, как она все это делает, делается. Открываем баночку. Я вот чуть-чуть именно вам раствор этого сделаю, покажу, как она делается. Набирать и пропорции, конечно. Дальше, мы вложим это дело в баночку. Так, далее со своих запасов открываем олиминевую пудру, насыпаем в емкость. Это, конечно, лучше сделать на улице, потому что она очень летучая, так сказать, что. Далее берем, значит, то, что мы положили. Опять же, повторюсь, я это делаю просто для вас, потому что мне очень много комментариев пришло и на почту. Как это состав делается, там, мельком я показывал в видео. Значит, насыпали, да? Есть. Вот я столько взял. Добавляем сюда для разбавления обыкновенный бензин. Бензин лучше набирать. Капот открываете, вот, и через бензонасос, там, маленько взяли бензин. Наливаем бензинчика. Все это дело хорошенько перемешиваю. Я пока выключу, перемешаю, потом... Хорошенько все это дело мастипы эту с резиновой крошкой, так сказать, размешал. Теперь добавляем алюминиевую пудру. Вот алюминиевую пудру, в принципе, это такая вещь, которая, значит, маслом кашу, кажется, не испортишь. Вот, можете много, можете мало насыпать. Лучше больше насыпать. Что это получается? Вот, я раньше брал, значит, у меня был такой вилкор, так называемый. Очень хорошая вещь. Я почитаю, что это одна из, очень, таких, одна из самых лучших, кажется, антикразеек. Потому что, как она сделана, никто, кажется, не знает, там не слишком она описана. Вот, но она сделана именно вот на таком методе. Значит, потом добавляем, ну, я вам специально покажу, вот столько я добавляю алюминиевой пудры. Потом посмотрите, какая реакция будет. Видите, сколько есть. Размешаем хорошенько. Состав должен быть жидкий. Мешалось хорошо. Затем эта пудра, она немножко лучше сделает. Видите, что происходит? Вот, была черная, стала, видите, какая коричневая. Чем больше мы добавляем алюминиевую пудру, тем она становится более коричневой. Можно назвать ее вилкором. Вот, вилкор именно вот такой вот имеет структуру и цвет. Вот, добавляем еще, смотрите, столько есть. Вот, еще раз повторюсь, маслом как, что не испортишь. Вот, она еще, получается, видите, светлее. То есть, была вот такая, видите, черная. А стала вот такая вот. Вот, добавляю еще немножко. Я не могу здесь переборщить, кажется, потому что это, кажется, здесь оно все потом сделано будет. Еще добавляем. Получается еще светлее. То есть, вы можете добавлять алюминиевой пудры так, как хочется вашему глазу. И приятно его воспринимать. Вот, ну, как я говорил, маслом каждого не испортишь. Вот, примерно вот такой состав. Нет, жидкая, еще немножко погуще его сделали, да? Это потом оно, если много добавлять, вот сюда-сюда превращается немножко к серебру становится. Ну, вот такое вполне, это все нормально. То есть, здесь вы, значит, добавили алюминиевую пудру, все у вас размешано. Если состав слишком жидкий, то есть, жидкий вам состав, в принципе, нужен для того, чтобы вот через эту систему пойти. То есть, бордюры позадавать, карманы какие-то позадувать с этой штукой. Здесь вам нужно жидкий, обязательно, значит, когда это все, это дело будет, перемешали, вот, ну, примерно вот такая вязкая должна быть. Вот так вот, почти, капли уже идут, оно не держится. Можно будет еще гуще немножко. Вот, обязательно, если вы будете пропускать через какой-то агрегат, через какой-то прибор, там все это, форсунки, все это, тоненькое дело, обязательно его надо процедить. То есть, вы берете элементарную шелковую или колготки у жены, как говорится, блин, старая, имеется, вот, взяли и через эти дела процедили. Если вам надо будет, она потом погуще, то есть, если кисточка, вы будете работать внизу, под днищу, вот, здесь, конечно, она будет более густую, ну, примерно раза в два, я сказала, должна быть гуще для первого слоя. Так, и так, вот этот состав, как вы поняли, жидкий, для того, чтобы пропускать через бачок, через всяческие агрегаты, вот, задувать карманы. Для кисточки более густую, то есть, беру еще туда, и хорошенько размешиваем. Хорошенько, я немножко камеру поменял, крыльцы угол, вот, хорошенько перемешиваем, вот, уже, видите, гуще становится, и когда мы добавили мастики, она немножко чернее становится. Все это дело потом я заливаю, значит, надо будет емкость, вот такую, у меня старенькую, это же емкость, которую я пользуюсь, вот такую емкость, в которую кисточка помещается, то есть, сюда она, видите, не входит, здесь можно будет хорошо здесь размешивать, потому что она высокая, крыльцы не брызгает. Вот, я в такую кисточку здесь вот помещается, здесь немножко везде банки обрезали немножко вот это дело все выливаем в это хозяйство это мы делаем для кисточки залили хорошенько опять это дело перемешали уже видите как это густая становится вот желательно чтобы это самое все это дело размешалось минут на 10 надо вот не вздумайте гореть на огне конечно потому что хоть вы и аккуратный какой бы не были немножко если загорится потом не знаете будет куда бежать от этого дела с потрясет первый слой наносить кисточкой лучше делать чтобы она была более жидкая тогда вы все щели там заделаете воск как я вам уже и показала вот я вам покажу как он составляется как это все это делается то есть если мы обрабатываем середине воском воска добавляется тоже ингредиенты кое-какие вот тогда получается вас запах ну как вроде вы едете на пасеке понимаете то есть запах воска он всегда приятный воск мор воск можно доставать можно воск со свечи или ну у кого-то возможность есть вот я раньше вы занимался пчелами у меня в принципе воск отловало для вас специально придется мне залезть в яму показать как она обработана вот и как начинать обрабатывать приступим к этой грязной работе с собой вы выберете лапочку переноску вот это состав который вы с вами которые сделали кисточка тряпочка и здесь одновременно внизу конечно если вы в яму кольца зашли то необходимо значит и поливизатором всем обрабатывать одновременно потому что лазить туда-сюда в яму как раз и неудобно вот и взяли значит этот аппарат воздух в компрессоре мне уже накачанный так вот у нас это днище еще раз повторюсь это у нас уже днище обработанное вам просто покажу что я здесь обрабатываю так лампочку подвесим вот а сейчас я вам покажу как до обработки она выглядела не эта машина сразу повторюсь это у нас была четверка вот как она выглядела посмотрим сейчас вот как кисточкой работать я думаю что никому не надо показывать потому что все чем-то когда-то занимались просто обмакаем эту беду значит все что надо под на руки не текло вот и это делались аккуратненько обрабатываем сперва более жидким составом вот а затем погуще жидким для чего для того чтобы она вошла во все щели вот сюда дело позабивала а густым потом для того чтобы держаться особого слоя толстого наносить в принципе не надо потому что он держать особо-то не будет самое главное чтобы оно было покрыто вот если места есть соответственно ржавые или еще не какие-нибудь такие то есть поврежденные корочки перед тем как нанести преобразовать ржавчины необходимо зачистить зачистили нанесли кисточкой вот аккуратно потому что там кислота особенно чтобы глаза не попало если попала за водичка у вас ведром всегда имеется вот вот обработали тряпочкой вытерли и затем уже можно когда на все сухое значит уже наносить антикор так и так первоначально я значит обрабатываю вот форсункой значит включаю компрессор у меня заряженный можно еще одного человека попросить вот и все вот эти места которые вы кисточкой не достаете то есть видите вот лажером опа отверстие вот она туда пшик сюда пшик в эту сторону отверстие сюда пшик туда пшик мазут это конечно не жалейте ну примерно здесь надо литра три вам жидкости вполне хватит вот это все дело попшикали обработали хорошо с этой стороны здесь заход тоже есть то есть там где вы не достанете кисточкой вот за все дела обработать днище не надо обрабатывать но и я считаю что лучше его просто кисточка там где места доступны вот лучше кисточкам работа обработать его вот это вот места вот эти вот места 10 10 достаёт здесь это все отверстие вот задуме здесь вот это не сымается вот сюда значит прямо распылением вот и особенно за дни оркультом посмотрите нам внимательно что можно задуть все задули так и так вот и мы зашли уже в заднюю часть смотрим видите все обработано все чудесненько вот с этой стороны все обработано все чудесненько вот до обработки вы уже посмотрели как она выглядела вот как типа такой машины уже выглядела так все все мы выходим я значит обрабатываю как я вам уже и говорил в середине машины значит воском составом воска что это такое то есть вот как я повторюсь у меня имеется воск накладываем такую я опять менять или сделаю потому что я уже обрабатываю лично для вас и вот такое значит и помещаем крыться в теплое место и на огонь в принципе воск он не воспламеняется вот воск начинает течь при 60 градусах помещаем его значит в теплое место там на печку можно электропечку вот у меня здесь выражаю такая штука есть отсюда выражаю меня такая печка от имеется которая меня зимой спасает и в холодную погоду вот если интересно такая конструкция можете по ссылочке посмотреть очень хороший обогрев то есть всего гаража на греет выполнена скобяча вот помещаем его на огонь то есть воск как я сказал значит он не воспламеняется его можно маленький огонь так поместить пусть он плавится пошел процесс порядок вот наш воск расплавился сейчас такое жидкое состояние превратился вот эти привозки вот этот воск добавляем нашу антикразийную присадку то есть алюминиевая пудра до добавили хорошенько размешали емкость желательно чтобы она не сильно остывала то есть надо глубокую и кисточка так быстро остывает вот работать им можно при 60 градусов вот и кисточкой обыкновенной берем и наносим сейчас я вам коротко покажу как я обрабатываю в салоне открываем смотрим предварительно у вас здесь должно быть уже все снято сняли пропылесосили вот это все хозяйство тоже посымали вот наносим первый слой нашей мастика так который мы приготовили второй слой я наношу вот этим восковым составом который сейчас я вам показал при отавливается вот сверху он наносится кисточкой и первый слой тоже наносится кисточкой вот наносим восковый слой дает нам хороший запах то есть сверху он покрывает этот запах который бетонная мастика издает а сам он перекрывается вот этим восковым слоем если не прикрыть мастику восковым слоем то выйдя с машины у вас запах будет как вы вроде вышли с какого-то трактора как говорится пока не попробуешь то не поверишь вот я вам показываю что значит этот состав вот он имеет примерно сейчас раузов на 50 там 40 вот именно в такой консистенции вот нормально он обрабатывается воск вот если эти палец туда раз видеть раузов 50 60 то есть полнее можно работать обрабатывать вот такая значит получится у вас от консистенции например он покроется вас вот такой от коркой ведь это где-то 020 ты миллиметра вот такого цвета то есть запах чудесного него вот в машине будет прекрасно и духовне надо спасибо всем за внимание рад если кому-то помог всего вам хорошего удачи подписывайтесь на канал делайте комментарии